Всем привет, меня зовут Макс и сегодня мы вновь играем в Спрокет. В этот раз мы пробуем построить Тигр 1. Я честно скажу, я не уверен, что у меня получится идеально. Да и не планирую я делать это идеально. Это будет... простой танк, который похож на Тигр, не является точной копией. У нас снова карта Railway, потому что на следующей карте нас ждет наш небольшой старший братик. Я не хочу сталкиваться с старшим братиком пока что. Мы тут же начинаем вбивать габаритные размеры. Честно скажу, это целая проблема найти точные габаритные размеры на Тигр. Возможно, я плохо гуглю, я не буду скрывать, я не самый лучший мастер гугла в этом мире. Но поверьте мне, мне пришлось доставать свою старую книгу с данными по немецкой бронетехнике. Для того, чтобы банально наконец-то суметь вменяемо воссоздать Тигр. Тигр хоть на каком-то уровне, и то далеко не все размеры мне удалось взять. Некоторые пришлось брать из головы. Что меня, конечно же, несколько огорчает. У меня большие проблемы с углами, поэтому не волнуйтесь. Иногда некоторые углы будут смотреться странно. Так... У нас есть центральная полоса, можно сделать даже ее несколько побольше. Здесь у нас должно быть 61 градус. 63 под 80, ну... Это где-то вот так вот. Немножко увеличим. Где-то вот... Ну, в целом и в общем... Учитывая, что у меня нет нигде референса, я делаю по памяти. Мне такой вид переднего бронелиста нравится. Мы занавесим его траками, и все будет уже несколько лучше. Поехали дальше. Башня. А тут все интереснее. У нас есть наш... Угу... Так... Ну, все это мы делаем 0.8. Мы расширяем все это дело. Небольшие щечки оставим. Здесь сделаем небольшой скосец. 0.8 это почти я на 100% уверен. Не совсем верная ширина, но другое нам не дано. Так, все здесь. Немножко сократим. Вот так вот. Да, я понимаю, что все равно нифига не квадрат, но... Другой башни у нас нет. Немножко расширим. В принципе, уже что-то похожее. Мне, в принципе, нравится. По размерам, наверное, все. Теперь корма. У нас корма имеет уклон 8 градусов. К слову, как и передний бронелист. Про который я, естественно, забыл. 8-ми градусный уклон. И сзади у нас тоже 8-ми градусный уклон. Я, по-моему, сзади он в обратную сторону. Минус 8 градусов. Да, как-то так. Что ж, по визуалу башенки пока что все. Приступаем к важному. К мобильности. То есть, к нашим тракам. Передняя линевица у нас имеет диаметр... О, большой же у него диаметр, на самом деле. Диаметр у него должен быть... Где-то 840. Вот он. Передняя линейца вставляем вот сюда. Задняя линейца у нас имеет диаметр 600. 6. Как-то вот так вот. Угу. Так. Мне, в принципе, уже чем-то нравится. Так, далее. У нас подвеска к НИПКАМФа. У нас, по идее, должно быть 4 катка. Где-то так. Роад Вилс у нас имеет где-то вот такой вид. Да, мне нравится. Ширина траков у нас очень немаленькая. Вот. Слушайте, так уже неплохо мне. Прям нравится. Да, вы скажете, что наверняка это говно и прочее. Но это пока тестовый вариант. Поэтому, ну, ничего удивительного. Теперь башня. Вот с этим будет... Башня пушкой. Вот с этим будет несколько сложно. Нет, это ерунда. Вариант как на пантере. Ну да. Великовата. Все-таки давайте возьмем медиум. А ну-ка. Мы можем ее низко вывечить? Нет, мы не можем ее вывечить. Ну, ничего страшного. Вот наша пушечка. Да, изначально она выглядит не очень хорошо. Но тут уж мы ничего не поделаем. Мы увеличиваем ее калибр, естественно, до классических 88 миллиметров. Теперь сама пушка. Длина ствола. И вот тут вот у нас все несколько интереснее. 4 930. Вот наш ствол. Так, мы немножко увеличим базу. Давайте сделаем так. Давайте сантиметров на 90 как раз таки. 93. Здесь увеличим, значит, до 4 метров. А. Ну, собственно говоря, да. Теперь мы увеличим. Ага. Давайте мы сделаем базу вот так вот. Так. Вот. Теперь, естественно, мы... Ну, давайте так, минус 2,9. Давайте 2,43. Так, 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 так. 2,93. Но это будет много. Давайте просто 2 метра. Двухметровая база. А здесь тогда у нас ствол будет 2,9. Вот, уже немножко больше, похоже. Так. А, собственно, что? Как-то вот так вот и оставим. Окей. Вот наш дульный тормоз. И, знаете, это уже так-то, в принципе, неплохо напоминает тигр. Теперь мы добавляем командирскую башенку. Я не помню, с какой стороны она. Но пока что оставим здесь, просто для теста. Добавим ювпорт. Вот так вот. Вот так вот. Теперь, естественно, армор. Ну, и тут у нас все хорошо. Фронт стон. Мид. 63. Ну, естественно, здесь сделаем где-то 120. Пускай будет забронировано. Ловер 100. Лоточка. Так. Борта. Борта, борта, борта. Борт 80. Низ 63. Отлично. Задняя часть у нас имеет 80. 63. Так. Дальше, 63. 80. 80. Да нет, по-моему, все-таки есть везде 80. Вот наш танчес. Он забронирован очень неплохо. Теперь башня. Броня башни. У нас в Аубу. Сотка под нулем. Соответственно, все борта и прочее по 80, кроме крыши, которая имеет 28 миллиметров. Так, соответственно, есть 80, 80, 28. Вот наш предварительный тигр. Над ним еще работать и работать, но именно для теста он уже готов. Теперь смотрим Firepower. У нас есть... А, нет, естественно, нам нужна подвижность. Мы еще не скомпоновали двигатель. Наш двигатель имеет, естественно, вообще в идеале 12 цилиндров, но... У нас есть только вот столько. Это количество объема на один цилиндр. И здесь это 1900... 1925. Так, на 3000 оборотов у нас получается 372 лошадиных силы. Соответственно, мы сейчас попробуем добить его до нормального состояния, увеличив его объем. Нам нужно 700 лошадей. 700 лошадок. Вот так вот. Теперь торсионы, трансмиссия, тракс, суспенсион. Торсионы, торсионы. У нас торсионы имеют длину... 1960 при 58 миллиметрах толщины. Так, угол мы не знаем. Попробуем несколько увеличить клиренс. Да, да, да. Ну что ж, пока что чисто для проформы... Хотя цвет-то у нас нормальный на самом деле. Так, добавим несколько roughness. Металлик нормальных. Юхуинь. Так, и разместим декальку. Что ж, попробуем. Вперед. Наш танчик неплохо едет. Мне уже, в принципе, нравится. Попробуем, что он стоит из себя в бою. Надо будет проверить пробитие. Ну и потом, если заняться декором. Пока что это просто тестовый образец. Отлично. Да, мы иммобилизованы, но это небольшая проблема. Кстати, надо слышно исторично атакуют. Типа кромбели. Кромтильда пробила нас. Грустно, грустно. Но в целом, танк подтвердил свою возможность к ведению боя. Еще раз проверим пушку. У нас сейчас 6 секунд перезарядки. В целом, нормально. Пенетрация 112. Полный дурнов на 4 метрах. В принципе, нормально. Ну ладно, кажется, это лучшее, что мы можем достигнуть с этой пушки. Башня. Мне кажется, что наша башня несколько маловато на самом деле. Несколько расширим. Вот до такого состояния. Вот мне уже нравится куда как больше. Теперь проверим наш экипаж. Максимально увеличим объем. Теперь наш танк станет перезаряжаться куда как больше. Куда как и лучше. 7,89 секунд. Это, конечно, у нас очень длинноствольная пушка. Но в целом, это нормально. Нормально. Сейчас мы быстренько приведем все это в порядок. Вы можете просто подождать. Подождать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже ли это на тигр? Да, твою мать, похоже! Я не ожидал, что получится так неплохо. Да, конечно, есть куда стремиться, но в целом... Это реально похоже на тигр. Ну, аса из меня, конечно, не выйдет. Это легкий танк кромбель и меня пытаются обойти сбоку. Попробуем разобраться с нашим противником здесь. Тигр отступает. Не сбили гусеницу. Плохо. Есть. Крамтильда подбита. Крамтильда самый страшный враг в этой миссии, как мне кажется. Огонь. Есть. Экипаж тигра. Вперед. Отлично. Ну, что я вам скажу. Мне очень даже понравился этот танчик. Я доволен собой. А поверьте, это бывает не так часто. А знаете что? А я попробую сразиться со своим будущим визави. Естественно, мы это сохраним как тигр один. А, собственно, что? Тайгер. Тайгера. Один. Сохранить. И мы отправимся в бой. Попробуем. Здесь нас будет ждать кое-что очень неприятное. Я уверен на сто процентов, что мы проиграем без шансов. Нас не пробили. Удивительное дело. Ага, вот и наш друг. Знакомьтесь, Тигр-2. И боюсь, что пробить нам его не суждено. А вот ему нас вполне. Что и произошло. Ну, тут мы бессильны. Но не стоит отчаиваться. Потому что сейчас мы попробуем выйти... ...на поля. Поля это отдельная карта. Это более поздний этап войны. Нам тут вполне могут противостоять очень суровые противники. И мы все равно остаемся в рамках одного танка. Вы, блядь, серьезно, да? Ладно. О боже мой. Ладно, мы немножко понизим. Нет, совсем уж понижать эту штуку мы не можем. Давайте немножко снизим размер башни. Учитывайте, что это просто тест. Я... Нет. Нет. А-а-а! Вот. У нас будет два Тигра. Я почти уверен, что мы проиграем здесь. Это не та миссия, где Тигр должен рулить. Хотя она будет интересной. Окей. Хорошее начало. Пробитие. Черт. 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 Нас легко пробивает. Что, впрочем, не удивительно. Ну и... Чего и следовало ожидать. В бой снова. Попробуем последний раз. Не получится. Но тогда... Наша судьба построить Тигр-2. И посмотреть, что сможет сделать этот танк против наших противников. Мы попали, но не пробили. Кажется, это фонтера. Попали, но не пробили. Нет, не пробили. Ну... Ладно, последняя. Последняя попытка, ребята. Давайте. Панзерлор, как говорится. Вот так вот. Все. Беремся. Панзерлор вообще-то. Ну... Ой, нет. Представляет, что один еще. Правда. Интересно, мы вообще пробьем контурор. Попали, но... Ну... Ну ладно, чуть-чуть. Попали, мы кого-то подбили. Кэм-216, модель аж. Я не знаю, что я думаю. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Вот, ай-я-я-я-я. Ладно. Это явно мой не для Тигрэ. Тут уж мы ничего не можем делать. На этом сегодня все. Надеюсь, вам понравилось наш видео. Блин, ну, мне понравилось. Знаете, я вообще не подписываю. До встречи в новых видео. С вами был Макс. Пишите, что вы хотите в следующий раз. Пишите, доделывайте мне КВ. Или, может быть, мне все-таки заняты в тигранке. Я жду ваши варианты. До встречи в новых видео. Пока.